Сид пришел детишек навестить, да, Сид? Как детишки твои? Нормально, да? Папа, прям папа, папа, да? Скажи, я по тех навести? Ну, я пока не знаю, родственники у вас с Ксюшей или нет. Когда узнаем, тогда... Может, с Ксюшей встретишься, если не родственник. А если родственник, ну, что делать? С Ксюшей ты уже не увидишься. Будет жить в отдельной комнате. Да, у кошки есть своя отдельная комната. Вот такие вот котята. Ну, я смотрю, то ли им достаточно молока, то ли у них такая конкурентная борьба, в общем, за это молоко. По весу два котенка не добирают. Я думаю, все-таки вот сейчас месяц. Скоро им будет. Надо будет пересаживать на подкормку. Такие дела. В общем, у одного угноился глазик. Сейчас, слава богу, прошел. Вот. Ну, более-менее не как раньше. И у белого тоже немного загноение. Ну, вот. Протираем фуруцелином. Вот. И этот... Это циклин, господи, мать. Пока что. Если, конечно, все будет хуже, тогда поедем к ветеринару. Но пока что я не вижу, чтобы хуже им было. Ну, вот. Такой вот белый котеночек. Ну, двое весит теряет. Очень мелкие по сравнению с другими. Скорее всего, не хватает молока. Пять котят это много, на самом деле. Да и у тех, когда она пять тоже родила, тоже двое весит теряли. И второй у нее помет был. Один весит терял котенок. Переводили раньше, в общем, на подкормку. Надо сейчас пойти, короче, купить детского питания. Вот. Потому что детское питание очень офигительная штука, на самом деле, для котят. Особенно раздражение кишечника нет. Ну, в общем, отличная штука. Начинаете с детского питания, а там дальше уже смотрите по возрасту и уже переводите на корм. Ну, я лично за мокрый короб. Нежели за сушку. Пока они котята. На сушку, соответственно, можно потом перевести. Не знаю, у каждого свое мнение. Ну, лично такое. По мне, вместе с половиной на сушке котенка маленького держать. Ну, это как-то странно. Да, нам странный человек попался. Вон, и сид и спит. Странный человек попался. Перекупщик. Насчет белой интересовался. Кошечки. Вот. Не сказал, что перекупщик. Начал меня хаять. Говорит, что вы кормите своих кошек. А такой корм неправильный. Надо обязательно кормить аканой. Вот. Типа котенка в месяц с половиной можно уже кормить сушкой. Не размоченной. Самое что-то интересное. Ну, бред полный. Пока я с ним по телефону не трепалась, переписывалась. У меня, в общем, глаза на лоб от него полезли. И все. Типа в месяц с половиной они могут грызть обычную сушку. Я, вот, думаю, знакомые. Эти, как... Сфинксы, короче. Сфинксы у нее или эти. Петербургский сфинкс. Не помню. Такая порода, ребят. Точно не могу сказать. Ну, в общем, голые кошки. И это... Она котят тогда на сушку посадила. Месяц с половиной. И, в общем, одного котенка они не смогли спасти. Причем, самое что интересно, корм-то хороший был. Вот. У других не сварение, в общем, пищеварение. Я думаю, месяц с половиной лучше тогда на детском питании подержать. Нафиг сажать на сушку. Бред, по-моему. Такие дела. На сушку сажают, если не ошибаюсь, конечно, в три месяца, по-моему. И то... Тот помет у меня на сушке не сидел. Позапрошлый помет тоже на сушке не сидел. Они ели это роял конин. Ну, вот. Я покупал и консервы для котят специальные. И, в принципе, все нормально. Ну, и также детское питание. Сначала детское питание, потом роял конин. Потом уже хозяева сами решали переводить на сушку, не переводить. Ну, лично их, как говорится, решение. В общем, такие красавцы. Скоро будет подкорм. То ли молока не хватает, то ли, я не знаю. То ли просто... Ну, видите, вот трое сосуд. Вон, один лежит. А где четвертый? И он четвертый лежит. Как-то так. У бенгалов пять котят поймете, это уже считается много. На самом деле, они там рожают по два, по три котенка, по четыре. Не, ну, бывают многоплодные. На самом деле, им не хватает материнского молока. Знакомый вообще тогда. Она привозила навязку сначала к Сиду свою кошку, да? Сид ее вязал. Папа их. Вот. А потом повезла навязку к другому коту. Там это тоже чемпион, призер, все дела. И это повязало, короче, ребят, повязало. Тринадцать котят кошка окатила. Кошка умерла. Котят не смогли спасти. Последнего... Какого она вот? Два котенка, в общем. Пытались они уже как-то вытянуть. Не получилось. Ну, конечно, тринадцать котят родить бенгальской кошке. А так он многоплодный. Если, допустим, кошка не многоплодная у вас, да? Туда, соответственно, люди, да, возят к нему навязку. Тогда они там рожают по четыре, по пять котят. Ну, есть такие бенгалки, которые рожают по одному, по два котенка. Не больше. Ну, три максимум. Нянецы у нас всегда стабильно. Пять и пять, пять и пять приносят. Пятерку веселую. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...